книга открытым оком том 1 тема внутренний мир человека вопрос 221 как можно точно определить греху ныне какое ощущение преобладать в человеке находящимся в этом грехе отвечает игнатий тихонович лапкин главное над всем преобладающие чувства безысходности паралич мысли без деятельность опустившиеся руки все выхода нет вот несколько примеров из священной истории второе царство 41 цитата и услышал и его сфей сын саулов что умер а венер в хевроне и опустились руки его и весь израиль смутился неемья 6 9 цитата ибо все они стращали нас думая опуститься руки их отдела сего и оно не состоится но я тем более укрепил руки мои его в 4 3 цитата вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал екклесиаста 10 18 цитата от ленности обвиснет потолок и когда опустятся руки то протечет дом исайя 13 7 цитата от того руки всех опустились и сердцу каждого человека растаяла иеремия 6 24 цитата мы услышали весть о них и руки у нас опустились скорбь объяла нас муки как женщину в родах иеремия 47 3 от шумного топота копыт сильных коней его от стука колесниц его от звука колес его отцы не оглянуться на детей своих потому что руки у них опустятся языки или 7 17 цитата у всех руки опуститься и у всех колени задрожат как вода языки или 21 7 цитата и когда скажут тебе в кавычках а чего ты стенаешь кавычки закрыты скажи кавычки открыты от слуха что идет кавычки закрыты и растает всякое сердце все руки опустятся и всякий дух изнеможет и все колени задрожат как вода вот это придет и сбудется говорит господь бог евреям 12 12 цитата итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени кавычки открыто согрешить дело человеческое а отчаиваться дело сатанинское кавычки открыто нил синайский как бы тяжело и безысходно не сложилось продолжай молиться делать поклоны и спеши на помощь ближнему новый день рождает новые надежды и один час без труда губителен помни басни про лягушек в кувшине с молоком одна смирилась с безысходностью и утонула не имея опоры вторая продолжала прыгать и молоко сбилась кусок масла прыжок и она на воле даже мирские люди давать у нас уважение когда потеряв все они начинают все сначала и вновь оказывается на вершине суворов наполеон жуков дэн сяопин моресев подвиг этих людей не впавших в уныние несравненно выше чем у христиан так как христиане ожидает воздаяние в вечности а эти идут на неопределенное терпя всяческие недостатки только для этой жизни